МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наговорила в чате на уголовное дело после скандальной переписки в соцсетях Саргутянка. Автор оскорбительных сообщений может получить судимость. Нанес не менее 17 ударов в крупнейшем городе Югры и мужчина избил собутыльника, который от полученных травм скончался. И жители автономного округа за выходные перевели мошенникам 7 миллионов рублей. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут у самых заметных ЧП в Саргуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Серьезный скандал разгорелся в одном из домовых чатов Саргута. На прошлой неделе житель отчитал детей, которые баловались в лифте, и, по его словам, портили общее имущество. Мужчину снял на видео несовершеннолетних и отправил в сообщество в мессенджере, попросив перевоспитать своих отпрысков. Мама одного из мальчиков отреагировала весьма эмоционально. Женщина начала оскорблять автора сообщений и других соседей, угрожать расправой и уголовным преследованием. А после его все предъявили претензии на национальную почву. Поведение дамы возмутило не только жителей дома. Переписка разлетелась по сети и стала темой обсуждения федерального масштаба. Вместе с тем муж женщины в сети извинился за супругу и признал, что она была неправа. Осудили поведение саргутянки и представители национально-культурной автономии азербайджанцев саргута. Мы строгим образом относимся к подобным высказываниям. Еще раз повторюсь, что это в нашем городе именно саргут. Это исключение. В основном у нас все народы живут в мире. Поэтому подобное поведение, естественно, вызвало возмущение. Ситуация привлекла внимание и правоохранителей. Участники конфликта уже побывали в отделе полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД города, на женщину завели административное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды. Санкция предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. По данным телеканала «Саргу-24» проводится еще и лингвистическая экспертиза, которая установит, были ли в сообщениях призывы к разжиганию межнациональной розни. Неравнодушными к ситуации оказались и соседи. Около дома в минувшую пятницу прошло собрание в поддержку мужчины, который и стал второй стороной конфликта. Безопасность обеспечивали полицейские. Как сообщают жители, правоохранители провели профилактическую беседу с собравшимися. Вместе с тем прокомментировала конфликт сама Рая Мамедова. С которым, конечно же, мы будем дальше разбираться. Дело на контроль взяла прокуратура Саргут. Надзорное ведомство, цитирую, проверит соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Также в ходе разбирательства вынесут решение о том, были ли нарушены права несовершеннолетних в этой ситуации. Прокомментировал дело с резким высказыванием саргутянки. Также глава города Андрей Филатов, цитирую, степень нарушения закона и меру наказания сейчас определяют правоохранители. Все будет по закону, уверен, просто для этого понадобится некоторое время, например, для необходимых экспертиз и процедур. Вместе с саргутянами жду правовой оценки дальнейших решений и выводов правоохранительных органов. Убежден, любое нарушение получит неотвратимое наказание. Конец цитаты. Добавлю, что 4 июля следственным отделом по саргуту по факту произошедшего сыщики завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности». Максимальная санкция предусматривает 6 лет лишения свободы. В саргуте задержан мужчина, до смерти избивший знакомого. События происходили 30 июня вечером. Во время совместного распития алкоголя подозреваемый нанес более полутора десятков ударов 38-летнему собутыльнику. После конфликта потерпевший ушел домой, где рассказал о произошедшем сестре. Через некоторое время избитый мужчина скончался от полученных травм. 44-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, упавлекшая смерть». Расследование продолжается. Полицейские «Нефтьюганска» по горячим следам раскрыли кражу кабеля. В полицию позвонил охранник одной из строительных площадок города. Мужчина пояснил, что услышал посторонний шум и предположил, что кто-то пытается что-то украсть. На место выехал наряд ППС, стража порядка. В районе строящегося объекта обнаружили посторонний автомобиль. В багажнике нашли 35 метров металлического кабеля. Его стоимость около 70 тысяч рублей. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний житель города. Возбуждено уголовное дело. За выходные аферисты обманули жителей Югры почти на 7 миллионов рублей. В округе зарегистрировано 22 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Наибольший ущерб понесли жители Сургута и Нижневартовска. В столице Самотлора молодой человек перевел 219 тысяч рублей в качестве оплаты за оказание интим-услуг. На одном из интернет-сайтов 28-летний парень оставил заявку в надежде приятно провести вечер. Однако потерпевшему сообщили, что его запрос заблокирован. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо актуализировать счет, переведя туда деньги. Что парень и сделал. Однако встреча с прекрасной незнакомкой так и не состоялась. С неприятной ситуацией столкнулась и 38-летняя жительница Сургута. Она мечтала приобрести брендовую сумочку. В мессенджере с ней списалась продавец и сообщила, что у нее имеются сразу три предмета известного бренда в прекрасном состоянии. Злоумышленница убедила произвести полную оплату за товар. В результате Югорченко перевела 30 тысяч рублей на неустановленный счет. Но вещь не получила. На уловки злоумышленников попалась и 29-летняя жительница окружной столицы. Девушка, пролистывая ленту в известном приложении, наткнулась на рекламу одного кооператива, мечтая увеличить свои накопления. Девушка связалась с менеджером в ходе переписки, неизвестная под предлогом увеличения ее доходов, убедила заявительницу перевести деньги, тем самым причинив ущерб на сумму 640 тысяч рублей. По всем фактам, полицейскими возбуждены уголовные дела, принимаются меры к задержанию подозреваемых. На этом все. Это была программа «Что произошло?» Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в нашем телеграм-канале ОМЕДИА. Я, Дмитрий Круховец, с вами прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»